Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габеши. А и в начале, коротко о некоторых темах выпуска. Подготовка ко всемирным хоровым играм вышла на финишную прямую в Сочи. Прибыл их организатор Гюнтер Тич. Большой праздник для маленького аула. В Тхагапше готовится торжественно отметить окончание восстановительных работ. В Сочи сотрудники ДПС помогли принять роды. Молодой отец не успел довезти жену до роддома. Наш Афон. В Сочи открылась выставка работ греческого фотохудожника к тысячелетию русского монашества на Святой Горе. Не допустить беспорядков случившихся во Франции на чемпионате Европы по футболу. В Краснодаре на совещании, которое провел губернатор, говорили о подготовке к мировому первенству 2018 года и Кубку конфедераций. Матчи пройдут в Сочи на стадионе Фишт. Кроме этого, в Анапе, Геленджике и Краснодаре разместят пять тренировочных площадок для команд. Вениамин Кондразев потребовал не допускать даже минимальных отставаний в сроках строительства. Первый матч Кубка конфедерации состоится на сочинском стадионе Фишт уже 21 июня следующего года. Времени на подготовку к этому экзамену практически уже нет. Второй момент. Есть задержка с проектированием площадок в местах размещения тренировочных баз команд в Геленджике и Анапе. Что по этому вопросу? Мы у нас вводы в 2018 году. На сегодняшний день только Геленджик идет с опозданием в связи с передачей этого объекта в краевую собственность. Все остальное проектирование размещено. В ближайшее время будет заключен контракт. Никаких тревог здесь нет. Здесь престиж не только края или там Сочи. Это престиж страны. Поэтому здесь, еще раз подчеркиваю, не может быть мелочей, чтобы провести чемпионат мира 2018 года на встречном уровне. На совещании губернатор потребовал особое внимание уделить системе безопасности. Как показал проходящий во Франции чемпионат Европы по футболу, во время беспорядков бойные фанаты пользовались стеклянными бутылками из-под пива, как оружием. Вениамин Кондратьев предложил установить запрет продажи алкоголя вблизи всех объектов чемпионата мира по футболу. 500 метров от места проведения массового мероприятия, где тренировочная площадка или сам стадион, никакой продажи алкоголя быть не может. Не в пластиковый, а не в стеклянный. Сочи, Краснодар, Геленджик, Анапа. Своими постановлениями, я еще раз подчеркиваю, что касается пива, не пива, алкоголя. Вот все эти ограничения и запреты должны быть доведены до субъектов предпринимательской деятельности, если они касаются как минимум за год до начала действия этих запретов. Как минимум за год. То есть, чтобы потом не было вопросов, что мы кому-то причинили ущерб, что не закупили, не могут продать. Чтобы они все понимали, что этот запрет будет действовать с такой-то под какой-то период. Напомню, что уже в первой половине следующего года на стадионе Фишт в Сочи пройдут три тестовых матча с полной загрузкой трибун. Глава Краевого Минкурортов и Туризма покидает свой пост. Евгений Куделя написал заявление об увольнении по собственному желанию. Губернатор отставку принял. Напомню, что на прошлой неделе в Ейске состоялось совещание о ходе курортного сезона на Кубани, где Вениамин Кондратьев раскритиковал работу отраслевого ведомства. Как показали итоги заседания, большинство проблем последних лет в сфере туризма остаются нерешенными. По мнению главы региона, Краевому министерству необходимо пересмотреть свою работу, так как дальнейшее развитие курортной сферы требует новых управленческих подходов. Евгений Куделя курировал туротрасль шесть лет. Подготовка ко всемирным хоровым играм вышла на финишную прямую. В Сочи прибыл их организатор и вдохновитель Гюнтер Тич. В аэропорту его встретили со всем размахом русской души. Под песней народного ансамбля казачьей песни президента всемирных хоровых игр под Чувалькараваем. Как отметил сам Гюнтер Тич, он рад вновь приехать в Россию и уверен, что эти две недели станут настоящим праздником. Конечно, главная особенность этих всемирных хоровых игр – то, что мы впервые приехали в Россию. Хоровые игры мы уже проводили во многих странах мира, но впервые мы приглашены в Россию. Но и с другой стороны, российский народ очень гостеприимный, сердечный. Это тоже хоровая нация. Я думаю, что здесь будет замечательный праздник. Напомню, всемирные хоровые игры пройдут в Сочи с 6 по 16 июля. В город приедут 283 вокальных коллектива из 36 стран мира. Концерты пройдут на семи площадках. Посетить их жители и гости курорта смогут бесплатно. А 12 июля от Зимнего театра по Курортному проспекту пройдет грандиозный парад хоров. И в этот же день президент Международной организации «Интеркультура» Гюнтер Тич посетил два штаба. В Адлерском районе города, в школе номер 38, там расположилось общество «Интеркультура» и сочинский штаб по организации всемирных хоровых игр. Везде уже кипит работа, ведь хоровая олимпиада откроется через два дня. Гюнтер Тич поприветствовал всех, кто задействован в организации международного праздника «Песни» и выразил надежду, что и после игр участники хоровой олимпиады останутся друзьями. Я рад приехать в Сочи, работать вместе с вами. Мы будем сотрудничать, и я уверен, у нас получится замечательное мероприятие. Гюнтер Тич пообщался с китайскими коллегами и сочинскими волонтерами, которые в данный момент заняты выдачей аккредитации участникам и тем, кто освещает события в прессе. Везде царит атмосфера гостеприимства. В отдельных кабинетах разговор более серьезный. Здесь, например, оперативное совещание всех подразделений, которые задействованы в организации проведения хоровых игр. Идет детальная проработка, где и в какое время необходимы усиленные меры охраны. Это церемония открытия на большой ледовой арене. Поэтому департаменту по взаимодействию с правоохранительными органами прошу вас доложить целую логистику, как будет проходить обеспечение охраны на объекте и вокруг объекта. Самое главное – это безопасность. И сейчас весь силовой блок переведен на усиленный вариант несения службы. В Сочи приезжает огромное количество людей со всей планеты. Их главная задача – показать всему миру свою сплоченность и желание петь вместе. Впервые на южной сочинской земле. Елена Всецына, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Большой праздник для маленького аула. В пострадавшем от удара стихии Тхагапша готовится торжественно отметить окончание восстановительных работ. Сейчас в горном селении еще кипит работа. Но уже в ближайшие выходные местные жители зовут всех помогавших в гости в обновленный аул. О подготовке расскажет Татьяна Говоркова. В летней кухне Мурата Чачуха вовсю трудятся отделочники. Ремонт в самом разгаре. Мурат получил от Красного Креста 100 тысяч рублей компенсации. Часть денег ушли как раз на стройматериалы. Еще в планах закупить бытовую технику. После июньского ЧП его подворье было не узнать. Почти везде стояла грязь по полметра. Сейчас жизнь практически вернулась в прежнее русло. Внимание очень большое было с самого начала. Камни у нас были, вы видели, да. Грязи под домом было. Все они помогли, вычистили. Все прекрасно. Сочинские единороссы полностью восстановили заборы жителям Тхагавши. Сейчас они выполнены в едином стиле. Готовы для каждого двора и ворота. Их сельчане уже будут ставить самостоятельно. Главную улицу Аула Ровную на этой неделе отмоют, после чего начнется ямочный ремонт. Будет восстановлена и дорога, ведущая к административному зданию поселка. Оно пострадало сильнее всего. Ранее здесь располагались медпункт, почта и сельская администрация. Само строение уже очищено. От камней, грязи и деревьев на данный момент ведутся отделочные работы. По поручению главы города отреконструируют детскую и спортивную площадки. Заканчивается здесь и ремонт уличного освещения перед сельским домом культуры. В ближайшие дни начнется благоустройство прилегающей территории. В том числе приведут в порядок оба мемориала, которые расположены на площади перед клубом. Всем миром проделана огромнейшая работа. Конечно, в одной части все это какое-то прежнее видели, такое не увидишь. Но по сравнению с тем, что с первым днем от тех трагических положений, когда это все происходило, произошло, сегодня глаз радует, сколько работы сделано, сколько мусора вывезено, ограды и все остальное. Но действительно очень много сделано и восстанавливается должным образом. В Тагагапше уже начали строить и новый мост через ручей Нагиш. С обеих сторон уже залито основание под опоры. Закончить работы планируют в течение двух недель. Параллельно ведется расчистка наносов в этом же ручье. Прямо в русле работает техника, полноприводные Уралы. Работы будут вестись без остановки в течение еще двух-трех недель участок от водопада до места впадения ручья в Псизуапсе. А на краевой трассе, ведущей к населенным пунктам Кировского сельского округа, аварийно-восстановительные работы завершены. На линию уже вышли рейсовые автобусы. На трех самых пострадавших участках дорожное покрытие пока временное. Ведется проектирование их капитального ремонта. Я, прежде всего, хотел бы выразить огромную благодарность властным структурам, начиная с Вениамина Ивановича, губернатора края, Пахомова и нашего Брашникова, глава района, за активную помощь маленькому адыгскому аулу. Меня поразило даже, что губернатор края выбрал возможность приехать в маленький адыгский аул и лично убедиться об этом бедствии. Это очень хорошее дело. Однако радость от быстрого восстановления к нормальной жизни аула для сельчан была омрачена некоторыми немногочисленными публикациями СМИ. Происшествие от Хагапши вызвало большой интерес прессы, в том числе и у оппозиционно настроенных интернет-порталов. Жители села, прочитав, что получилось из их интервью, в итоге были удивлены и возмущены. Даже было принято решение собрать совет старейшин и официально отреагировать на подобные публикации. К сожалению, есть и такие средства массовой информации, которые преследуют свои цели, у них своя политика. Ничего положительного в этой статье не обозначено. Это уже о чем-то говорит. Это обидно всем тем, кто принимал участие в ликвидации, всем тем, кто свой заработок однодневный, двухдневный, трехдневный перечислял в фонд. Надо спросить у автора этой статьи, а они в чем приняли участие, в чем помогли этим людям конкретно. Вот и все. И тогда все становится на свои места. И мы осуждаем такого рода подходы, когда происходит несчастье. Надо, наоборот, более позитивно, более правильно, объективно подходить к оценке этих событий. Но, как уверяют аюльчане, ложка дегтя в виде пары необъективных статей не омрачит предстоящий праздник. К выходным в Тхагапше уже закончатся основные восстановительные работы. И жители села намерены позвать всех, кто помогал справиться с бедой на праздничный обед с традиционными адыгейскими угощениями. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В случае сотрудники ДПС помогли принять роды. К инспекторам около курортного городка за помощью обратился водитель вазовской шестерки. Оказалось, что у его беременной супруги в машине начались схватки. Было принято решение сопроводить молодую пару в роддом. В Хостинском тоннеле стало ясно, что роды уже начались. Инспекторы ДПС вызвали скорую помощь. И оценив состояние женщины, вместе с мужем роженицы решили принимать ребенка на месте. Роды прошли благополучно. На месте была перерезана пуповина, а ребенок подал признаки жизни. Прибывшей бригаде скорой помощи осталось только осмотреть ребенка, оказать первую помощь роженице и доставить их в перинатальный центр. Полицейские пообещали обязательно приехать на выписку. Таким образом, старший лейтенант Артур Узунян и лейтенант Роман Греков маленьким подвигом на дороге отметили свой профессиональный праздник. Город мастеров. Ярмарка народных промыслов и ремесел прошла в Краснодаре. Ее уже четвертый год подряд организует законодательное собрание края. В этот раз свое творчество представили около 400 умельцев из всех районов Кубани, а также гости из Ставрополя и Адыгеи. Они демонстрировали не только готовые изделия, но и на глазах у собравшихся создавали произведения искусства. Посмотреть на работы кубанских мастеров и поздравить их пришли губернатор краевения Минкандразев и председатель ЗСК Владимир Бекетов. Как отметил глава региона, эти выставки помогают сохранить традиции и обычаи и передать их следующим поколениям. Можно по-разному относиться к тому, что мы сегодня делаем. Есть скептики, которые говорят, но это нужно, не нужно. Пусть они говорят. Не понимая или не обладая просто элементарным видением процессов, которые сегодня происходят только в крае, в стране, в мире. Что такое ремесло? Ремесло – это связь поколений. Очень важно, чтобы эта связь никогда не прерывалась. А ремесло – это и есть элемент культуры. И если мы сегодня пойдем навстречу этим скептикам и откажемся от нашего ремесла, мы откажемся от нашей культуры. А если мы откажемся от нашей культуры, значит другая культура будет на нашей Кубани. Не дай бог. Все взаимосвязано. Нельзя ничего выкинуть из этого колеса народной жизни. Этот день ждут наши ремесленники, ждут наши творческие люди, потому что им интересно показать свой товар, свое умение, не только покупателю, но и сравниться с такими же профессионалами, как они, посмотреть, насколько они преуспевают. Я думаю, что это проведение вот таких мероприятий способствует дальнейшему развитию таланта, творчества. И знаете, дружбы тоже. На ярмарке выбрали 30 лучших мастеров. Из рук главы региона и председателя ЗСК народные умельцы получили медали и почетные грамоты. Наш Афон. В художественном музее Сочи открылась выставка работ известного греческого фотохудожника Костаса Асимиса к тысячелетию русского монашества на Святой горе Афон. Свою фото-летопись монашеской жизни на Святой Афонской земле Костас Асимис ведет вот уже более четверти века. Каждый снимок не просто произведение искусства, но и исторический, и даже духовный документ. Основы выставочной коллекции составляют порядка 100 фотографий, отражающих жизнь русского монашества. Здесь редкие кадры современного быта и повседневной жизни Свято-Пантелеймонова монастыря, а также уникальные старинные архивные фотографии, так называемые догеротипы. Это способ фотографирования на металлической пластинке, покрытой слоем йодистого серебра, применявшейся до 50-х годов XIX века. Предшественники фотографии выглядят не так, как современные фотоснимки, а напоминают отражение в зеркале. Снимки, сделанные способом догеротипии, Костас нашел в разрушенной Афонской фотолаборатории в 1984 году. Я понял, что это ценно, что это надо сохранить. И вот все эти 30 лет, можно сказать, что я их собирал. Слава Богу, на сегодняшний день я построил новую фотолабораторию, создал все условия хранения. И посмотрел, вернее, на эти догеротипы. Я посмотрел, что фотографировали те монахи. Я увидел, что они вели летопись. И вот я продолжил их традицию. Фотовыставка «Наш Афон» открылась в Сочи в день праздника всех святых на Руси. Такое совпадение организаторы посчитали символичным. Ведь в работах Костаса Асимиса отмечают знатоки «История всего православия». Поздравить сочинцев с открытием экспозиции приехала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Я также хочу вам сказать, уважаемый Костас, большое спасибо от имени губернатора Краснодарского края Виктория Кондратьева, потому что он очень поддержал этот проект. И, конечно же, я хочу сказать огромное спасибо мастеру за то, что именно мы, женщины, смогли бы бывать с вами на Афоне, так как женская нога не может вступать на эту святую землю. Изначально выставка планировалась только в Краснодаре, но по инициативе главы региона работы греческого фотографа уже увидели и в Геленджике. Из Сочи, уверены организаторы, фотовыставка Костаса Асимиса «Наш Афон» проедет по всем городам Кубани. Выставка сразу просто сражает, сражает своей вот такой многоликостью, такой человеческой яркостью, таким, с одной стороны, каким-то прям монументализмом храмовых сооружений в том зале, да, с другой стороны, такой теплотой человеческой, вот этой вот светлостью монашеской. Но это что-то потрясающее. Я абсолютно присоединяюсь к словам Виктории Юрьевны, что особенно для нас, женщины, это вот забредная тема, все время хочется заглянуть, а как там, в Афоне, и вот он Афон. Спасибо вам, Костас. Я очень надеюсь, что эта выставка послужит началом большой вашей профессиональной дружбы с нашим гостеприимным городом Сочи. О работах Костаса Асимиса говорят так – аскетическая простота визуальных средств и филигранная точность композиционных решений. В России творчество этого фотографа впервые было представлено в 2007 году на Международной выставке православного искусства в Москве. За последние же годы выставки фотохудожника прошли в Санкт-Петербурге, Костроме, Курске, Брянске, Пскове, Новосибирске, Томске, Тамбове и Туле. В Сочи выставка «Наша фон» проходит под эгидой перекрестного года культуры между Россией и Грецией. Посвящена тысячелетию русского монашества на Святой горе Афон. Работы Асимиса в художественном музее можно увидеть до 3 августа. Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. 700 человек, именно столько выпускников Кубанского медуниверситета, получили дипломы об окончании вуза. Часть из них уже точно поедет работать в сельские районы и больницы. Будущих врачей поздравил губернатор края и председатель ЗСК. Наши краснодарские коллеги с подробностями. Экзамены сданы, клятвы сказано. Уже завтра эти выпускники разъедутся по своим рабочим местам в медицинские учреждения края, применять полученные знания на практике. Пополнятся молодыми специалистами районной больницы и амбулатории. 86 человек, которые обучались по программе «Врачебные кадры для села», вернутся в свои муниципалитеты. Только теперь же в качестве врачей. Не во всех районах хватают специалисты, а это помогает обеспечить кадрами населенные пункты, даже самые отдаленные от Краснодара. Ну и опять же, это трудоустройство, и у молодых специалистов не возникает такого вопроса, где я буду работать после вуза. Хотел быть хирургом, и район мне выделил место по этой программе. Я поступил в наш университет, и сейчас есть у меня прекрасная возможность помочь своему району в качестве детского хирурга. Ежегодные стен Кубанского государственного медицинского университета выпускаются сотни дипломированных специалистов. Вуз готовит самые востребованные для края кадры. Поздравить молодых врачей пришли глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бикетов. Они вручили выпускникам дипломы. Как отметил губернатор, сегодня нехватка специалистов здравоохранения края, тем более в сельской местности, одна из острых проблем. Именно эти выпускники пополняют ряды сельских молодых врачей. Вы выбрали для себя профессию, с одной стороны, очень почетную, но с другой стороны, груз ответственности у вас будет очень велик. Боль пациента, боль человека, она будет отчасти для тех, кто на самом деле пришел в эту специальность, по зову сердца, это будет вашей болью. Здесь надо понимать, что ваш профессионализм, ваш опыт, который вы будете с годами набираться, безусловно будет рубцами отражаться на вашем сердце. Вы будете здесь, на нашей земле, делать добрые дела, лечить людей. И просто поверьте, что вы нужны. Нужны Краснодарскому краю, нужны Кубани, нужны своей малой родине. Вы нужны своей земле. Программа «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» работает на Кубани уже 13 лет и рассчитана до 2020 года. Свои рабочие места в районных больницах уже получили около 500 специалистов. Всего планируется подготовить около 1000, подчеркнул председатель ЗСК Владимир Бикетов. Теперь в ваших руках будет находиться здоровье населения Кубани от рождения и до глубокой старости. И уверен, что вы будете работать честно и добросовестно. Работая в системе сельского здравоохранения, специалист получает больше профессиональных навыков по той причине, что он вынужден чаще принимать нестандартные решения, брать ответственность на себя. Из них, как правило, получаются замечательные руководители. Сегодня города и районы края имеют дорогостоящее оборудование и по своему оснащению зачастую не уступают краевым клиникам. Ежегодно растет и финансирование здравоохранения. Но главное – это кадры. Сегодня на 700 дипломированных специалистов в кубанской медицине стало больше. Елена Касабова, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. В Сочи в Международном инновационном университете также состоялась церемония вручения государственных дипломов о высшем образовании выпускникам 2016 года. Праздник вручения государственных дипломов в Международном инновационном университете – это давняя традиция. Чтобы этот день еще вчерашним студентам запомнился на всю жизнь, для них подготовили концерт. И не только силами местной самодеятельности, но и с участием городских творческих коллективов. Не обошлось и без напутственных слов. Не останавливаться на достигнутом новоиспеченным специалистам пожелала ректор университета. Галина Берулава отметила, что помимо хорошего диплома, а в этом году в МИУ небывалое количество краснодипломников, важно стремиться к саморазвитию, быть ответственными и работоспособными. Именно эти качества незаменимы при трудоустройстве, подчеркивает ректор. Огромная армия специалистов сейчас вольются в различные организации, не только города Сочи, но и Краснодарского края, вообще нашей страны. Вы знаете, что практически нет в Сочи организаций, где не работают наши выпускники. И, как правило, они работают на руководящих позициях. Вы закончили не обычный университет, а международный. Единственный, в общем-то, в Краснодарском крае. Это значит, что вы можете работать практически в любой европейской стране. И успехов вам, выпускники лучшего вуза. Ура! Выпускника Международного инновационного университета напомнили, что ответственность за каждого воспитанника здесь несут вплоть до его трудоустройства. Сопровождают студента, пока тот не найдет себя в профессии. Работу ребятам подбирают лично сотрудники вуза. От лица всех выпускников 2016 года выражаю благодарность Галине Алексеевне, Михаилу Николаевичу, профессорско-преподавательскому составу за труд, который они вложили в то, чтобы мы получили прекрасное образование, государственные дипломы, за добрые, неравнодушные отношения. Многие выпускники прощаются с вузом ненадолго. Уже в сентябре квалифицированные экономисты, юристы, менеджеры, а также представители первого выпуска факультета международных отношений вернутся в МИУ, но уже в магистратуру и аспирантуру университета. Приемные комиссии уже начали свою работу. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочи-парк приглашает в морское царство. В русском Диснейленде открыли три новых аттракциона. Они семейные, то есть кататься на них можно всей семьей. Прокатившись на новых каруселях, можно не просто получить массу ярких эмоций, но и даже освежиться, что так актуально в летнюю жару. Расскажет Ольга Десятого. В Сочи-парке большое событие. Там открыли сразу три новых семейных аттракциона. Их объединяет актуальная для жаркого лета тема – море. Мы любим наших гостей и, конечно же, прислушиваемся к их пожеланиям. И они являются для нас руководством к действию. Было пожелание создать прохладную зону. И принято было решение создать тематическую зону морских аттракционов, водных аттракционов. Для тех, кто мечтал побывать в настоящем морском сражении, добро пожаловать на остров Буян. Десять кораблей, на каждом из которых четыре водные пушки. Судно ведут сражения в бурных водах, где таятся взрывающиеся брызгами мины. Плюс вот эта бочка может перевернуться в любой момент, обрушив на мореплавателе целый водопад. Принять участие в морском сражении могут и зрители с суши. Яркие эмоции и прекрасное спасение от летнего зноя. Здорово. В жару освежают очень хорошо. Оригинально. Можно и постреляться, и без вреда. Подгорачить. Да. Альтернатива морскому бою – тихая прогулка на воде. Это аттракцион гуси-лебеди. Кораблики на двоих свободно перемещаются по водной глади бассейна, который для большего комфорта накрыт шатром. А вот такие эмоции испытывают пассажиры аттракциона «Ладья». Это классические гигантские качели в виде древнерусского судна. На борт одновременно такой летучий корабль может принять 54 пассажира. «Ладья» поднимает их на 18-метровую высоту и дарит захватывающее ощущение преодоления огромных волн. Это такой аттракцион, где вы ощущаете то, что вы как будто в море, и вас туда-сюда ловно катают, но ощущения очень крутые. С открытием трех новых аттракционов в Сочи парке теперь шесть тематических зон. А это значит еще больше площадок для развлечений и незабываемых эмоций. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив штор на заказ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Энга Габеши. О всем самого доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти Рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Продолжение следует...